Навигация 2020 года завершена. Этим летом выполнять завоз товарно-материальных ценностей для предприятий Алроса приходилось в непростых условиях, осложненных пандемией коронавируса. Как отработал эту навигацию снабженческий комплекс Алроса, об этом сегодня говорим заместителем генерального директора компании Владимиром Козловым. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Навигацию 2020 года начинали в период пандемии коронавируса. Пришлось ли корректировать объемы в начале навигации и работу задействованных в этом процессе предприятий? Действительно, коронавирус достаточно серьезно повлиял на все производственные сферы группы компании Алроса. То есть все активы, безусловно, готовились к этому серьезному испытанию на прочность, в том числе и подразделения компаний, которые связаны с поставками товарно-материальных ценностей. Это управление материально-технического снабжения, МАЗДОР Транс, автотранспортная компания и судоходная компания Алроса Лена также принимали целый ряд подготовительных мероприятий, которые были направлены на то, чтобы завоз грузов в навигацию был осуществлен в полном объеме в соответствии с утвержденными планами. Это действительно серьезная была подготовительная работа. Она заключалась в том числе и в разъяснении с персоналом, скажем так, всей возможных негативных последствий от заболевания данным вирусом и о том, что, скажем так, не соблюдая меры безопасности и подвергая свое здоровье риску заболеть, фактически ставит сотрудник под угрозу исполнения плана завоза, что для наших условий, да, вот отсутствие круглогодичного транспортного сообщения это достаточно высокий риск. Поэтому проводилась серьезная разъяснительная работа в коллективе и серьезная подготовительная работа. Здесь мы, как и все, это закупка антисептических средств, закупка масок, перчаток, закупка и витаминов, и определенных лекарств для целей профилактики и работы с антисептиком. Поэтому, собственно, стандартный набор мероприятий. Хочу отметить, что также были разработаны определенные сценарии поведения, в случае, если будут заболевания, будут вспышки. Здесь важно отметить, что судоходная компания «Росолена» — это действительно у нас такой уникальный актив, уникальное предприятие, и, наверное, сложность в этих условиях подготовки, работы, в условиях пандемии, она заключается в том, что если выбывает экипаж на период болезни, на период карантина, то фактически судно не может эксплуатироваться. Быстро заменить экипаж невозможно, потому что для того, чтобы, скажем, качественно и безопасно управлять судном, должен быть опыт хождения именно по этой реке, по этому участку реки — это определенный набор требований, которые предъявляются. И поэтому мы здесь уделяли особое внимание здоровью экипажей судов. Слава Богу, эту навигацию мы отходили без каких-то происшествий, то есть все экипажи были здоровы, все экипажи были в строю, поэтому хотел бы сказать большое спасибо всем экипажам компании «Росолена» и поблагодарить за ту ответственность, которую они проявили в период нахождения в рейсах, в период соблюдения всех тех правил, которые были разработаны. Какой была навигация в плане номенклатуры груза? Были ли какие-то новые позиции? Наверное, действительно, новой позиции груза в этот период навигации можно назвать все то, что было связано с вопросом предупреждения или противодействия коронавирусу, потому что объем этих материалов в этом году был значительный. То есть понятно, что какое-то количество масок, перчаток и определенных видов лекарств мы приобретаем ежегодно, но в этом году объемы были весьма-весьма значительные. В первую очередь это маски, перчатки, антисептик, различные оборудования, связанные с обеззараживанием воздуха, какие-то ультрафиолетовые лампы, приборы, термометры, приборы дистанционного контроля температуры. То есть это то, что приходилось покупать очень оперативно, экстренно и также оперативно завозить, включая то, что часть груза мы направляли специально самолетами, чтобы максимально быстро доставить. Это на этапе начала развития эпидемии, когда нужно было срочно доставлять маски, перчатки. И вот в этом заключалась, наверное, такая специфика этой навигации, что вот был такой специфический груз. А так в целом груз у нас в принципе стандартный, то есть основная масса груза — это то сырье и те материалы, которые мы потребляем из года в год для обеспечения функционирования наших производственных активов. Это топливо, это взрывчатка, это селитра, это металлопрокат, спецодежда, запчасти. То есть здесь у нас довольно стандартная и стабильная номинкорда. Оцените выполнение навигационного плана, все ли удалось завести или что-то осталось на автозимнике. У нас в навигацию был план 228 тысяч тонн всего груза. Из него получается 103 тысячи — это сухогруз, различный технический груз, и 125 тысяч — это ГСМ, солярка, пиросин, бензин. Значит, здесь должен сказать, что весь план мы выполнили, даже немного перевыполнили, весь нефтеналик в 125 тысяч тонн мы завезли. По сухогрузу есть небольшое превышение, при плане в 103 тысячи тонн было завезено 111 тысяч тонн. Здесь нужно отметить, что фактически очень нам повезло с уровнем воды, то есть вена была выказана, уровни воды были выше пороговых значений, а под конец навигации, это сентябрь, октябрь, там вообще очень хорошая, хорошо вода поднялась, поэтому всю навигацию мы отходили с хорошей загрузкой, весь план выполнен. Вы уже отметили работу с доходной компанией «Алроса Лена», а как отработали все остальные звенья логистической цепочки, кроме речников, это еще ОМТС и «Алмастер Транс». Да, у нас действительно есть три элемента цепочки, это ОМТС, которая принимает груз в Искуте, отгружает на реку, «Алроса Лена», которая везет это все по реке до Ленска, в Ленске ОМТС опять же принимает на свой центральный склад, а дальше уже «Алмастер Транс» разводит все на производственные площадки. Здесь какие моменты хотел бы отметить, если мы говорим про некую специфику работы в период коронавируса, эпидемии, вспышек, то здесь, конечно, были разработаны определенные правила, но опять же, если возвращаясь к «Алросе Лена», я хотел бы отметить, что, например, снабжение продуктами экипажей было осуществлено, скажем так, на дистанционном варианте, когда нет контакта между экипажем и работниками на берегу, когда даже вот все необходимое поставляется на берег, это все, скажем так, выставляется, и кто доставил, уходит, а экипаж это все забирает. То есть таким образом, исключая, стараясь максимально исключить контакты, чтобы не занести никакой вирус на пульс. Что касается работы складских работников, конечно, здесь мы не могли останавливать работу, и склады продолжали работать на протяжении всего периода. Безусловно, были введены правила по ношению массы, по ограничению определенного количества мощных каких-то совещаний. Старались однозначно выстраивать работу таким образом, чтобы был резерв по рабочим сменам. И действительно, в случае, когда у нас появлялись смены либо контактные, либо действительно там ставился подтверждающий диагноз, то непосредственно работники контактные с ними лица выводились на карантин. Но вот эти случаи не повлияли на работоспособность, то есть была организована взаимозаменяемость рабочих смен. Где-то мы, например, эта вахта из работников МТС также осуществляли перевахтовку в увеличенную вахту, что позволяло обеспечить безопасность работы. То есть при обмене документов между, например, водителями и специалистами складскими использовалась также схема бесконтактной передачи этих документов, чтобы не было вот общения, чтобы сократить риски передачи вируса между работниками разных предприятий, водителями, кладовщиками. Таким образом, в принципе, результат был, на мой взгляд, достаточно хороший. То есть у нас не было серьезных остановок за период всей инвегации, которые бы заставляли нас там прекратить либо приемку груза, либо отправку груза, либо перевозку. Поэтому считаю, что те меры, которые были предусмотрены, они себя оправдали и фактически все прошло в штатном режиме. Не повлиял ли на выполнение планов Ленского отделения МТС его переход на автоматизированную систему учета грузов? Да, действительно, мы запустили летом этого года внедрение системы электронного учета, штрих-кодирование, считывание на Ленской площадке. Это крупнейший наш склад в МТСе, и поэтому было принято решение с него стартовать. Конечно, тут наложилось очень многое, и навигация, никто не отменял, что нужно принимать груз, параллельно обнедрять новую систему, обучать людей. То есть определенная нагрузка на персонал, безусловно, была в этом вопросе. Плюс действительно вот та ситуация, когда были ограничения на перемещение, на обсервацию, практически обучение было запущено в дистанционном формате, оно потребовало чуть больше времени, чем потребовалось бы при почном обучении сотрудников. Может быть, породило чуть больше вопросов, но тем не менее вот сам формат позволил нам реализовать этот проект как физически, то есть установить необходимые точки связи, там, завести считыватели электронные, там, шпикодирование, систему наладить, так и провести обучение персонала таким образом, что, как мы уже там докладывали в отдельных новостных сюжетах, что в сентябре мы приняли эту работу, запустили, и фактически сейчас идет ее такая масштабная апробация, приступили к тиражированию. Я должен отметить, что здесь слажена сработа коллектив клиентского отделения, в принципе, все сотрудники достаточно грамотно откликнулись на эту идею, все качественно отнеслись к тем задачам, которые были поставлены по обучению, поэтому я проблем не вижу, считаю, что все реализовано хорошо. Кроме автоматизации системы работы складского хозяйства, какие новинки в работе снабженческого комплекса вы бы еще отметили в этом году? Ну, две основные такие новинки, которые бы я, наверное, хотел отметить, это то, что мы в прошлом году построили на Кынской площадке два новых склада теплых УНТС, фактически с этого года они в полноценном режиме заработали, то есть была проведена серьезная работа в 2019 году и в первом полугодии 2020 года по запуску в работу этих складов, по наполнению этих складов, по передаче всех складских остатков от ГОКа в управление УНТС, то есть до этого УНТС, до этого управления запасами осуществляли специалисты ГОКа, теперь на Кынской площадке работают специалисты УНТС, работа полностью налажена, склады очень хорошо зарекомендовали себя и в зимний период, и в летний период, поэтому запустили работу. Следующим таким серьезным событием было то, что мы успели в прошлом году построить две новых баржи, каждая грузоподъемностью 2000 тонн. Более серьезный у нас информационный повод в прошлом году, когда мы их в сентябре месяце привели в Ленск, встретили, за зиму подготовили к навигации, и вот это был первый год, когда эти баржи отходили в веке, совершили более 10 рейсов, это очень хороший показатель, показали себя с лучшей стороны по своим ходовым качествам и по техническим характеристикам, с точки зрения удобства перевозки, слива всего топлива, потерь при навигации, практически минимальные показатели. Поэтому я считаю, что эти баржи полностью себя положительно зарекомендовали. Мы очень довольны, что мы этот проект реализовали и запустили, поэтому из таких новшеств, да, это, как мы уже сказали, автоматизация складского учета на Ленской площадке, это запуск полноценную работу складских комплексов на Нарквине и вот работу двух нефтеналивных барж. В целом, какую бы оценку работе снабженческого комплекса вы бы поставили в 2020 году? Я бы поставил в этом сезоне однозначно 5 с плюсом, и вот как раз плюс это за те условия непростые, в которых пришлось всем и водителям, и морякам, и складским работникам отработать в условиях коронавируса, пандемии, с определенными ограничениями, определенными напряжениями. Мы все помним, что мы все переходили на неполную рабочую неделю, это вынужденная мера была, но мы, несмотря на это, выполнили полностью, 100% все поставленные задачи, и поэтому только 5 с плюсом, еще раз от себя лично, как от куратора снабженческого блока, еще раз хочу сказать спасибо экипажам судов Алроса Лена, водителям Алмаздор Транса и складским работникам, за проделанную работу, навигацию 2020 года. Есть ли уже какие-то планы на следующий навигационный завоз, или еще рано планировать? Совсем не рано, планы у нас как раз сейчас сверстаются, сейчас идет в ноябре месяце как раз утверждение бюджетов и планов работ на 2021 год. Планы у нас по объему завоза не уменьшаются, а даже немного увеличиваются. То есть если в этом году это было 228 тысяч тонн, на следующий год мы ставим 234 тысячи тонн в план. Конечно, они могут корректироваться в зависимости от производственной программы, но пока мы сохраняем уровень перевозок на уровне этого года, не снижая их. Понимая, что, возможно, ситуация с коронавирусом может затянуться и на следующий год, поэтому мы здесь не ослабляем никакого контроля, правил, поэтому стараемся работать так, чтобы логистический комплекс перевозки ни в коем случае не встали. Какой-то опыт, который мы приобрели, однозначно учитываем при подготовке планов производства. Поэтому фактически мы уже там с высоким уровнем готовности понимаем тот объем задач и объем перевозок, которые стоят на 21 год. Владимир Владимирович, спасибо за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин